Ааа, я вам сейчас такое расскажу, вы просто обалдеете. Городия! Ну, вопрос вообще фигня. Ребята, всем чики-бомбони, с вами Лиза, и это следующий влог. Что хочу рассказать первым делом. Во-первых, вчера я была на встрече с ребятами с моей школы. Мы круто провели время, болтали, веселились, играли в одну прикольную такую игру. Я, честно говоря, не помню её название. В общем, было весело. Конечно же, я ничего не сняла, но у нас есть одна фотография. Ну, точнее, не одна, а несколько. Покажу вам вот здесь. Также вчера у моего мужа был день рождения, и я уже, ну, первую часть подарка подарила ещё на Новый год. Вчера я ему скинула поздравительное видео. И сейчас я иду за следующей частью подарка. Но это не совсем именно ему, это подарок для нас двоих. Скажу такой маленький спойлер. Это на укрепление отношений, на развитие романтики в отношениях, на то, чтобы лучше узнать друг друга. Всё, больше ничего не скажу, иначе поймёте, если вы уже не поняли. Я обязательно покажу, что это, и обязательно буду показывать, как этот подарок живёт в нашей семье. Вот так немножко загадками вам скажу. Мне уже самой не терпится это увидеть. Я очень надеюсь, что всё там пришло в целости и сохранности. Также моя сессия, ну, прям вот всё, уже почти кончилась. Мне кажется, я говорю, это каждый влог. Но реально сейчас всё, у меня все экзамены, зачёты сданы. Единственное, мне осталось, осталось, усталость у меня уже, честно говоря. Осталось сдать курсовую работу, и всё. И всё, я уеду. Ещё расскажу о том, что я поеду не сразу в Тюмень, я поеду в Курган, там мы встретимся с Ильёй. Мы хотим увидеться с родственниками, с нашими друзьями. И также у бабушки Ильи будет день рождения, мы тоже её поздравим. Ну и всё. А 2 февраля я уже буду работать, как настоящий работник. В общем, из студента в работяге, как обычно. Кстати, знаете, чем я сегодня нарисовала стрелки? Фломастером от Influence. Я ещё вот здесь вот сюда галочку такую сделала. Мне очень нравится, смотрится натурально. И классно, что у меня оттенок на стрелочке похож с моим оттенком бровей. На бровях у меня только гель прозрачный. Но, кстати, иногда я подрисовываю вот, например, эту проблежинку. Можно было бы, конечно, зарисовать. Ну ладно, пофиг уже так, пойду. В общем, удобная, классная там кисточка. Она такая волосковая, то есть не фетровая. Очень удобно рисовать. И прям вот внутри классно. Мне было даже удобнее, чем какой-то тонкой кисточкой. Рисовать, допустим, кремовая подводка, как я это раньше делала. Так что ловите такой лайфхак. Вдруг кому-то пригодится. Итак, подарок для Ильи уже у меня. Я его вскрыла с коробки, в которую он пришёл, но не открывала ещё. Не смотрела как-то, что внутри. Будем это делать вместе с Ильёй. Я уже его упаковала. Очень красиво это выглядит с этой стороны. С обратной стороны, конечно, видно, что работал настоящий профессионал. Но ничего. И так сойдёт. Кстати, я чуть себе все пальцы и ногти не сожгла, пока вот эти вот штучки от махляшек сжигала. Короче, я конкретно рукожоп, но в принципе, в принципе, нормально. Так, так, я не знаю, кто я. Я не человек, да? Ты не человек, но ты часть человека. Да, ты часть человека. Подсказываю. А я сейчас возьму и видос посмотрю, и пойму, что у меня тут на ресторане лежало. Ну нет. Что-то связано с характером. Ну, слушай. Это тоже, да. Это часть тела. Ну, в боку. Часть тела? Слушай, мам, ну, вопрос вообще фигня. Реально. Какая-то. Пять букв. Отправь маме. Прямо сейчас отправить? Да, да, да. Не, фигня получится. Нет, это для истории. Не, не, не. Фиговая идея вообще фиговая. Путин закрывает шар. Путин. Галя. Внимательно. Галя, ты слышишь? Сомнительное предложение. Это Галя. Что? Дэнни, где вход? Так, подожди. А где вход здесь? А вот я. Я что-то дырочку пешала. Так, ребята, у нас здесь какие-то бомбони. Галя, вызывай открыт. Что, руки? Ничего, ничего смешного? А где нет? Не понимаю, здесь смешно, блин. Как улыбнёте, в принципе, слабо не поменьше. Здравствуйте. До свидания. Не, the worst thing you say. I'm not phased. I hang around big stars all day. I don't see what the big deal is anyway. You're just plain old partial to me. Oh yeah, go on that game. Как раз повтори. Ты не просто героинь. Еще одно истори. Еще одно. Ты сжигаешь меня до тла. Все, все, теперь точно все свершилось. Я закончила эту сессию. Короче, у меня вообще радости нет предела, потому что я вам сейчас такое расскажу, вы просто обалдеете, как бы, и поймёте, почему я так радуюсь. Итак, у нас оставался последний экзамен, который был сегодня. Преподаватель по этому предмету наш декан. То есть, соответственно, человек, который будет у нас еще на дипломе сидеть. В общем, все серьезно. Автоматов ни у кого из группы не было. Мы такие, типа, ладно, окей, будем готовиться. То есть, нам выложили 70 вопросов и сказали, что экзамен будет по билетам. То есть, ты вытягиваешь билет, садишься, готовишься, идешь, ему вещаешь. Это, конечно, очень все сложно было бы, потому что безумно огромный объем информации. Ну, вы представляете, как бы, да? Я вот не представляю. И я придумала такую маленькую хитрость. Ну, кстати, не только я, а еще кое-кто из одногруппников. Но для реализации моего гениального плана не хватало одной вещи. И эта вещь... Эплэвлоч. Кстати, очень клевая тема вообще. Муж, я придумала себе еще один подарок. Так что пополняй свой маленький списочек моих подарков. В общем, меня выручил мой друг, привез мне эти часы в ночи вчера. Спасибо большое Илье с Полиной за то, что не бросили меня, помогли мне все установить. Я, значит, такая подготовилась, закинула на часы шпоры. Приезжаю вовремя, даже немножко заранее. Соответственно, у нас у всех, у одногруппников, трясучка. Блин, капец, что делать, как будем сдавать? Заходим в кабинет. И он только говорит, зайдите сейчас на сайт. Универис у нас есть, проверьте, свои автоматы. Мы такие... Что? А что, так можно было, что ли? Короче, я почему-то сначала увидела пустую строку, такая думаю, ну все, короче, сейчас буду писать, ему все защищать. А потом смотрю, а там пятерочка. И я понимаю, что все, эта сессия окончена. Это была последняя сессия. Мы, конечно же, с одногруппницами побежали праздновать. Это невероятно шикарнейшее просто мероприятие в пенку. Посидели, поболтали. Блин, как это классно. Просто вот чики-бамбуни прям вообще. В общем, сейчас я бегу собирать свои вещи. Сегодня вечером я уезжаю в Курган. Так что всем до свидания. Друзья, всем доброе утро. Или, вернее, сказать, добрый день. Как вы поняли, я уже в Кургане. Я приехала вчера вечером. И вот сегодня я также здесь. Что хочу вам рассказать. Вчера мы с бабушкой Ильей попили чай, много поболтали. Сегодня утром я проснулась. Мы снова поболтали, позавтракали. Потом я пошла, потренировалась буквально 15 минут. Домашняя тренировка. И сходила в душ. Результат утреннего душа вы можете наблюдать на моей голове. Это, собственно, та история, про которую я вам рассказывала, что мои кудри могут завиться и так, и сяк, и как хотят. В общем, живут своей жизнью. Я собралась сейчас пойти по делам. Мне нужно кое-что купить. И также вечером приедет Илья. Мы поедем в гости к нашим друзьям. Кстати, для них я посмотрю подарок. В честь новоселья хочу что-нибудь выбрать для дома, для уюта. Ну и, наверное, на этом я хочу закончить данный влог. В следующем влоге вы увидите, как я дарю подарок Илья, как он реагирует на него, и что же мы будем с этим подарком делать. Обязательно оставайтесь. Обязательно подписывайтесь, если этого еще не сделали. Пальчики вверх, комментарии, все как обычно. С вас это, с меня годный контент. Надеюсь, что он годный. Так что, ребятки, до следующего влога.